Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хыван, я вас приветствую на канале Процветок. Многие наши подписчики часто спрашивают меня о тех или иных препаратах, о тех или иных удобрениях. И наиболее частый вопрос последнего времени – это использование такого удобрения, как монофосфат калия. Это удобрение довольно широко разрекламировано, при этом стоит недешево, и важно знать, как его правильно применять. О плюсах и, самое главное, минусах и опасностях применения этого удобрения я вам и расскажу в нашем выпуске. Монофосфат калия представляет из себя белый кристаллический порошок, который, в отличие от других фосфорсодержащих удобрений, полностью растворим в воде. Это означает, что он хорошо и быстро усваивается растениями. Однако при применении монофосфата калия надо соблюдать некоторые правила. Какие, я вам сейчас расскажу. Прежде всего, для тех, кто помнит химию, я напомню, что такое монофосфат калия. Это калий и остаток фосфорной кислоты. Других элементов питания это удобрение не содержит. При этом содержание калия и содержание фосфора здесь весьма и весьма высоко. Что означает, что данное удобрение является высоко концентрированным. Очень похожую химическую формулу имеет суперфосфат. Только вместо калия здесь кальций. После того, как монофосфат калия растворяется в воде, он превращается в ионы. Калия, а также в три типа ионов фосфорной кислоты. Вот эти ионы фосфорной кислоты очень хорошо и быстро усваиваются растениями. Вот эти гораздо хуже. А вот такие ионы, можно сказать, что не усваиваются и вовсе. От чего зависит, какие ионы образуются? От того, что вы вносили раньше, какие у вас почвы и в каком состоянии находится у вас микрофлора. Надо сказать, что вообще-то, когда вы вносите монофосфат калия, если он встречается в почве с кальцием, в этом случае при известных условиях кальций и фосфор образуют нерастворимое соединение фосфата кальция, которое совершенно недоступно растениям. Отсюда вывод первый. При использовании монофосфата калия в достаточно больших концентрациях будьте осторожны. Многие блогеры рекомендуют использовать это удобрение во второй половине вегетации, особенно томата, для того, чтобы плоды были крупными и вкусными. При использовании этого удобрения, частом использовании этого удобрения, в качестве источника, особенно калия, имейте в виду, вы обязательно встретитесь с вершинкой именно благодаря вот этому процессу. Потому что кальций будет связан и недоступен растениям, и фосфор будет связан и недоступен растениям. В этом большое коварство этого удобрения. Что же делать? Каким образом поступить? Каким образом ликвидировать вот эту опасность связывания кальция монофосфатом кальция? Очень просто. Дело в том, что фосфат кальция легко растворяется избытком фосфорной кислоты. Мы уже не раз говорили о том, что фосфаты очень надо аккуратно вносить. Они будут связывать вам и железо, и кальций, и другие важные микроэлементы для растений, и вызывать различные недостаточности. И магний среди них тоже. Именно поэтому специальные растворы подкисляющие, содержащие в том числе очень низкие, однако же все-таки концентрации фосфорной кислоты, помогут вам в полной мере справиться с этой проблемой. И не бояться, что внесение золы заблокирует фосфор, а внесение монофосфата калия заблокирует кальций. Что делать? Взять чайную ложечку раствора фосфорной кислоты, которую каждый может найти в преобразователе ржавчины в автомобильном магазине. Только смотрите, чтобы там, кроме ортофосфорной кислоты, воды, и может быть еще соединений цинка, больше ничего не было. Ни соединений хрома, ни соединений марганца, ничего-то еще. Только эти компоненты. Еще лучшим вариантом мобилизации вот этих фосфатов при внесении монофосфата калия в почву является использование цитратов. Цитраты – это соли лимонной кислоты. Вы можете взять чайную ложку лимонной кислоты и добавить к монофосфату калия при поливе. Не бойтесь закисления почвы. Может быть, это будет звучать парадоксально, но лимонная кислота не закисляет, а напротив защелачивает почву. В этом случае, когда вы возьмете от чайной до столовой ложки лимонной кислоты на ведро воды, в этом случае вы можете поливать только таким раствором, а можете совместно с монофосфатом калия. В этом случае никаких рисков связывания кальция и появления вершинки у вас не будет. Еще лучше проливать раствором не чистой лимонной кислоты, а лимонной кислоты с добавлением нашатырного спирта. Столовая ложка лимонной кислоты плюс столовая ложка нашатырного спирта превратит вам раствор в цитрат аммония, которым вы можете подливать ваши томаты в период плодоношения в дозе примерно 1 литр на одно растение по пролитой почве примерно раз в 10-14 дней, для того, чтобы и ликвидировать вершинную гниль, в том случае, если кальция в принципе в почве у вас достаточно, но он недоступен растениям, для того, чтобы мобилизовать фосфаты и сделать фосфаты доступными для ваших растений. Это очень важно, потому что именно дисбаланс этих элементов с последующим внесением то ли избытка кальция, то ли избытка монофосфата калия с целью компенсировать недостаток калия, фосфора, кальция и так далее, и вызывают подобного рода заболевания дисбаланса питания у томата. Еще больше скажу, что использование монофосфата калия в присутствии лимонной кислоты очень эффективно на кислых почвах. Там, когда элементы питания на кислых почвах часто недоступны или превращаются сразу же в недоступные формы, использование этой комбинации является наиболее эффективным. Сколько монофосфата калия необходимо, чтобы подкармливать растения? Столовой ложки монофосфата калия на ведро воды и литр такого раствора под растения томата, перца, баклажана, огурца, капусты и других растений более чем достаточно примерно раз в 10-14 дней для обеспечения и калием, и фосфором ваших растений. При этом нужно помнить об опасности зольных растворов. Почему я говорю сейчас об опасности зольных растворов? Потому что как раз внесение зольных растворов под чеснок, под огурец, под томат, под перец, под баклажан, под кабачки и под другие растения является очень опасным и связывающим фосфаты, и вы можете столкнуться с недостатком этого элемента питания. Зольными растворами надо быть очень и очень аккуратным. Мы неоднократно об этом говорим на нашем канале, и не лишний напомнить об этом еще раз. Кроме того, монофосфат калия, если вы наблюдаете острый недостаток фосфора или калия в ваших растениях и боитесь делать вот этот дисбаланс в почве, вы можете наносить и поверхностно, по листу. В этом удобрении, в отличие от монофосфата кальция, то есть суперфосфата, который практически не усваивается через листовую поверхность, но очень слабо усваивается и может вызывать повреждения, как раз монофосфат калия может вноситься по листу в виде некорневой подкормки. Столовая ложка без горочки монофосфата калия на ведро воды и легкое опрыскивание растений в достаточной степени будут такой сос реакции вашей на обнаружение недостатков этих элементов питания. С учетом того, что это удобрение является абсолютно нетоксичным для человека, даже остаточные его дозы на поверхности растений, на поверхности плодов, вот если вы там не очень качественно помыли, в отличие от того же железного или медного купороса, от других каких-то удобрений азотных и так далее, он не вызовет никакой опасности для здоровья. Поэтому, если вы не уверены в том, что вы можете полностью правильно внести это удобрение под корень, пожалуйста, делайте им внекорневые подкормки. Такие внекорневые подкормки надо делать не только по верхним листьям, но также и по нижнему ярусу. То есть все растения, если, например, это томат, снизу до верху или огурец должны быть обязательно обработаны этим удобрением. Очень часто я сталкиваюсь с вопросом, почему желтеют и отваливаются завязи у портонокорпических огурцов. Одной из наиболее распространенных причин как раз является недостаток калия. И вот в виде монофосфата калия внесение по листу вот этого калия совместно с фосфором будет являться идеальным способом и профилактики, и лечения вот этой проблемы, с которой частенько сталкиваются. Только не зольными растворами, только не гуматом калия подкармливать. Это все чушь. Надо подкармливать вот этим удобрением под корень с учетом тех рекомендаций, которые я вам дал, либо в чистом виде, чистым раствором по листу. Что ж, я надеюсь, что вы получили исчерпывающую информацию об этом удобрении и о тех нюансах, которые необходимо соблюдать при его внесении, чтобы не навредить своим растениям. На этом я прощаюсь с вами. Желаю вам здоровья и процветания. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!